Не ниже трёх звёзд. Новая оценка работы управляющих компаний уже начала применяться в Московской области. Не все действующие в Щелковском районе организации смогли набрать хотя бы три из пяти возможных звёзд. Такие недобросовестные УК должны будут покинуть рынок управления многоквартирными домами. О необходимости дальнейшего оздоровления отрасли ЖКХ глава района Алексей Валов говорил на совещании с руководителями городских и сельских поселений. В любом способе мы должны добиться, чтобы количество недобросовестных управляющих компаний, мини-трёхзвёздочных, у нас не работало. Видим поддержку понимания страны-жителей. Это даёт нам возможность продолжить наведение в должном порядке обслуживания МКД и скачать количество управляющих организаций. Глава подчеркнул необходимость применения муниципального контроля за строительством социальных объектов. Параллельно возведению пристройки к школе в Медвежьих озёрах ведётся подбор и подтверждение пригодности земельного участка для проектирования и строительства школы на 550 мест в новом городке. Занимаемся объединением земельных участков. Нам порядка трёх-четырёх недель нужно на это. До 31 августа срок поставили. В план график закупок изменения вносим. Российский портал государственных услуг предстоит освоить получателям жилищно-коммунальных субсидий. Это в основном пожилые люди. Муниципалитетам поставлена задача к концу года научить пользоваться электронными сервисами до 80% щёлковцев из этой группы. Открыть личный кабинет могут помочь в МФЦ. В общем-то, мы настроены на то, чтобы как можно больше заявителей туда переводить. С 1 сентября начнём во всех поселениях, в пунктах филиалов МФЦ вместе с системой образования и библиотечными работниками создавать так называемые гостевые компьютеры, места. Для того, чтобы не только сотрудники МФЦ, которые перегружены зачастую, а ещё и волонтёры помогали вот этой категории людей регистрироваться на портале госуслуг. Говорили на совещании о планах по благоустройству берега Клязьма от центра «Навигатор» до моста в районе фабрики «Техноткань». Для этого район планирует войти в государственную программу. Мы должны очистить ту сторону, потому что у нас, получается, справа будет прекрасная территория, прекрасная набережная. И вот люди посмотрят направо, а там бетон валяется. Заместитель по социальным вопросам Юрий Родионов сообщил о выполнении майских указов президента по индексации зарплаты работникам учреждений общего и дополнительного образования, спорта и культуры. Выполнение мероприятий дорожной карты позволит и в дальнейшем поддерживать требуемый уровень дохода сотрудников. Мы будем ежемесячно помогать, мониторить и подсказывать, как этот вопрос решить. Обсудили на совещании ход выполнения под программы Московской области «Дорога к школе». Если в прошлом году дороги строили преимущественно в городе, то в этом – в сельских поселениях. Заасфальтирован путь к Минвежо-Озёрской школе до 25 августа. Асфальтовое покрытие и бордюрный камень уложат на подходах к Трубинской и Гребневской школам, к 11-й школе и 14-му лицею в Щёлкове и 2-й школе в Монине. В понедельник началось асфальтирование грунтовой дороги к загородному лагерю «Лесная сказка». Получили массу положительных отзывов от законных представителей, родителей, учащихся. У нас была очень сложная ситуация с подходными путями к школе номер 3, к школе номер 2 в городе Щёлково. Очень небезопасно было подходить к школе номер 1, к школе номер 6 и к гимназии Щёлковской. Эти работы были выполнены. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв особое внимание уделяет безопасности учащихся образовательных учреждений Московской области и ставит очень чёткие и понятные задачи всем главам, всем администрациям на предмет необходимости и важности этой работы. Непростая пожароопасная обстановка складывается на территории Московской области, в частности в поселении Монина, Огудневска, Медвежье-Озёрское и Трубинское. Сложная пожароопасная обстановка и главам поселения на оперативном совещании было поручено проводить рейды на своих территориях. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щёлково».